Здравствуйте, дорогие наши любители спорта! Представляем вашему вниманию второй выпуск углеводной загрузки второго сезона. Этот проект мы делаем совместно с беговым сообществом при поддержке компании ASICS. Тема этого выпуска – роль тренера в тренировочном процессе спортсмена-любителя, как правильно выбрать тренера, что такое тренировочный план и можно ли тренироваться самому. Для беседы мы пригласили мастера спорта по лёгкой атлетике, тренера по бегу Фарносова Андрея. Андрей в прошлом профессиональный бегун, состоял 20 лет в сборной России по лёгкой атлетике, обладатель рекорда России и Европы в стипл-чейзе. Знаешь, я вот сейчас пока общался с Андреем, он мне рассказал о том, что помимо его тренерского образования, у него есть ещё определённое образование, которое позволяет ему тренировать людей с ограниченными возможностями. То есть, оказывается, во-первых, я что и узнал? Что есть не просто паралимпийцы, есть ещё сурдолимпийцы. Сурдолимпийцы – это другое. А мы видели с тобой их в Берлине. Да. То есть это ребята, которые бегут с помощником, да? Нет, это как раз-таки паралимпийцы. Это слабобидящие. Это слабобидящие. А сурдолимпийцы – это кто, грубо говоря, глухие или немые. Ну, то есть вот так и называется комитет сурдолимпийский. Он не в Паралимпии, потому что нету системных ограничений физических возможностей, да? Я там, честно, на классификацию сейчас сложно сказать, но это выделено отдельной федерацией. Она не подчиняется паралимпийцам, у них отдельная олимпиада, она, как правило, на год позже основной олимпиады. И вот пока ещё ничего тут не отменилось, не перенеслось, у них олимпиад будет в 21-м году в декабре в Бразилии. Всех забанили, а сурдолимпийцы – все бегают по всему миру. Ну, у них мало стартов, у них буквально чемпионат Европы, мира, чемпионат Европы по кроссу, например, осенью всегда. Это какая-то специфическая категория? Нет, просто ребята глухонемые или глухие, ребята обижаются, кого я тренирую, Лёха говорит, когда пишешь глухонемые, некоторые обижаются, потому что мы немые, мы просто не слышим. Но они могут говорить, проговаривать звуки, кто-то лучше это делает, кто-то хуже, но я общаюсь с таким учеником. А ты, то есть, знаешь? Нет, язык жестов нет, но как-то я понимаю, никто не понимает, я понимаю, ну, на уровне какие-то фразы, там, ну, жесты элементарные, да. У меня папа хорошо более-менее так понимает, он сейчас работает тоже с девочкой, олимпийская чемпионка, двухкратная. Он уже прям вообще всё хорошо. Я, как бы, так, я только недавно с ним работаю. То есть, помимо того, что ты, как бы, ну, должен особенным образом кропотливо объяснять своим ученикам, как правильно выполнять? Ученику он у меня один, я просто не хотел больше, я, в принципе, он ко мне долго просился, я говорю, Лёха, ну, давай, может, тут с папой поработаем? Он говорит, нет, я хочу у тебя там, короче, я его взял, вот мы работаем с ним, ездим по сборам периодически, сейчас вот он в Хернезии был. Ну, вот долго, долго, кропотливо, все нюансы нужно проговаривать. Если мы что-то с тобой можем там по умолчанию понять, просто потому что, ну, окей, окей, да, здесь нужно вот это после этого, вот это так, вот это вот столько, вот тут отдых вот только столько, и не больше, и не меньше. Прям вот, ну, прям вот очень разложить все, но, ну, а как по-другому? Просто, к слову, ты говоришь, это разные, разные дисциплины, но представь, что они стоят на старте, на старте манимаш, если человек слабослышащий, как он стартанет-то резко? У них выстрел пистолета, вот такая лампа, как бы, то есть она, ну, типа фонарь такой большой. То есть получается там все равно? Это не главная проблема в этом. Ну, там и звуковой идет сигнал, но вот, ну, вот, иногда, иногда он, допустим, парень слабослышащий, выиграл у меня чемпионат области. Тут вопрос к коммуникации, проблем больше в коммуникациях. Ну, он встает с обычными ребятами, скажем так, бежит, но он просто смотрит, как они побежали, все, значит, старт дали. Ну, там же не слышит. У меня было так, что в самом начале у меня не было понимания, что мне нужен тренер, потому что я не видел его роли, я не понимал его значения. То есть у меня была жуткая мотивация, и мне хотелось во что бы то ни стало сразу стать крутым бегуном. И я начал спотыкаться обо все это, и даже когда у меня появился тренер, я сначала тоже не понял, зачем он нужен, и поэтому с ним расстался через месяц. И вот как сделать так, чтобы человек, который очень сильно хочет стать бегуном, объяснить ему, что ему правда нужен тренер, вот тут вот такой момент очень скользкий. В моем случае я пришел к пониманию тому, что нужен тренер спустя, наверное, полгода. То есть когда я опозорился на своем первом половинке Ironman, я понял, что тренер – это тот человек, который не просто тебя будет подгонять, не просто будет давать тебе уверенность. Это человек, который будет тебе, ну, как сказать, ну, это как машина без руля. Ты можешь читать книжки, ты можешь смотреть YouTube, ты можешь болтать со своими друзьями, ты можешь нахвататься этой информацией, но структурировать ее и правильно как бы восприять ты не сможешь. И ты будешь как бы барахтаться и не будешь эффективно использовать эти знания, которые ты где-то там подчеркнул. А у тренера есть программа, и он знает, как разные кейсы разбирать, и как к тебе, к Саше или ко мне правильно применить их, чтобы ты более эффективно рос и не травмировался. Вот так. Я позавчера буквально, значит, в Фейсбуке увидел меня коллега бывшая, значит, написала, говорит, я насмотрелась на вас, на бегунов, и решила побегать. Решила. То есть она не любит бег, и она там не хочет, может быть, этим заниматься. Но он, говорит, решил побегать. Я, говорит, не понимаю, как вы это делаете. Вот. Я пошел по ссылке там, значит, какой-то трекер. Там три километра, и Пейс там типа семь с половиной на километр. Ну, то есть, понимаешь, как бы я-то думал, она там вышла и почесала там по полной, знаешь, задыхаясь там и так далее. Так вот, когда такой порог входа получается, в общем-то, достаточно высокий для людей, которые вообще не понимают, что это такое, то, конечно, здесь вот как раз роль тренера, мне кажется, очень важная. Потому что он не даст тебе травмироваться, не даст тебе, скажем так, не полюбить эту историю. То есть вот просто возненавидеть ее. Он не запретит это делать просто. Потому что будет определенный нормальный цикл. Тормознешь где-то, да, тебя? Типа, ну, тренеру вообще, в принципе, нужен, чтобы ограничить. Вот вообще, в принципе, я считаю. Ну, то есть, имеется в виду, что если ты слишком замотивирован, у тебя есть доктор, тренер, он говорит, тренер, я сегодня решил пробежать 21 километр. А ты ему говоришь, слушай, ну, ты еще пока часто не можешь бежать рост ровным темпом с нескочащим пульсом. А он говорит, я вот хочу. Есть такие люди, которые во что бы то ни стало хотят оседлать какую-то дистанцию. Вопреки, да? Ну, нет, ну, это нормально. Ну, человеческий, как сказать, мозг-то у всех, видишь, подвижный кто-то. Среди кладу характера там такой весь унылый, да, кто-то, наоборот, фонтанирует. Ну, каждому свое тут. И поэтому, ну, роль тренера здесь больше психолога даже. Вот на этой стадии это психолог в чистом виде. Потому что, ну, какая там нагрузка? Ну, давай просто походим, ну, давай. У меня знакомая девчонка, сборная раньше, она тренером. Да, говорит, я хожу с палочками. Ну, говорит, да, я, конечно, в шоке. Говорит, я тут три тренировки просто проходил, три часа с палками. Я, говорит, сама в шоке. Ну, тяжело. Ну, просто ходишь с палками, ну, там, женщина с ней ходит. Мы про Нордик Волк сейчас говорим, сейчас очень популярно. Ну, она уже, как лет пять, наверное, пришла так активно. Вот все ходят. Ну, конечно, это хорошо. Они начали с этого, да отлично, но она не может себе позволить побежать. Ну, и не надо. Она, может быть, не готова. У нее, допустим, возраст уже, там, 50+. Ну, она, там, грубо говоря, ГТО сдавала при Советском Союзе и волейбол в последний раз играла тогда же, да, там, на каком-то уровне, там, в команде дворовой, да. Ну, конечно, ей нельзя, ей противопоказано. Она подпрыгнет, там, ахилл, не дай бог, там, или колено, или еще что-то. Да просто связочный аппарат не готов. Ну, элементарно. Ну, вот просто элементарно. Все равно, вот машина стояла в гараже 10 лет, 5 лет, но ты все равно ее, ты его сначала сделаешь. Ну, да, ты можешь поехать, но ты понимаешь, да, что, наверное, что-то может случиться. Ну, лучше ты сделай его, и спокойно уже, ну, все понятно, все нюансы. Исходя из этого, расскажи, пожалуйста, как получается. То есть тебе условно позвонил, да, условно сейчас говорю, и ты законтачил с человеком, который там, у которого 25 лишних килограммов веса. Ты, наверное, с ним встречаешься, да? Ты можешь рассказать о неком протоколе, да, тренерский протокол, набор определенных вопрос-ответов, каких-то историй, которые тебе позволяют выявить человека, его уровень, это первое. И при вот этом условном, представим себе, да, что это человек, у которого вес больше... Ну, жесткие и стандартные ситуации, да, типа вот прям... Да, ну, вообще, да, такого не бывает. Вот представь, такой 35 плюс парень или девушка, которые насмотрелись вокруг, как красиво люди бегают по Лужнецкой набережной. Опять повторюсь, в те времена, когда еще это было возможно. И вот протокол. Вот мы встретились, да, условно. Вот представь, мы пришли втроем, мы вот друзья решили бегать. Ты можешь смоделировать картинку коммуникации, во-первых, первый ее расклад, чтобы было понятно, как происходит вот условно такое тестирование, да, человека, и что мы будем делать в самом начале? Ну, на вербальном уровне вначале, ну, то есть здесь общение, ну, как мы с тобой, грубо говоря, встретимся, и мы просто должны понять, что ты из себя, как мы это поймем, ну, то есть какая нагрузка, занимался ли ты когда-либо? Я никогда не занимался. Вот, значит, у тебя в мышечной памяти, у тебя, в принципе, кисель. Я в детстве занимался плаванием. Окей. Понятно, что у тебя кровеносное русло отсутствует. Тренер, скажите, пожалуйста, вот у меня друзья бегали марафон, я осенью смогу пробежать марафон? Сейчас август. Да. Даже апрель. Даже если апрель. Могу я пробежать? Март. Или, да, не знаю, что. Любой ценой? Нет, как любой ценой. Я хочу, у меня, у меня желание пробежать марафон. Я бы сказал, что нет. А когда я смогу? Десятку даже, я бы подумал. Даже десятку? Да, даже десятку. Ну, когда? Ну, я думаю, что с этим весом мы сначала должны решить вопрос постепенно и начать с главного. Вес это у нас ударит по коленям, по связкам, по голеностопу. Может быть, ты не пройдешь даже эти 10 километров. Доктор, а я вот смотрел видео, там сказали, что есть кроссовки, которые могут решить проблему с лишним весом и коленями. Может быть, мы сразу начнем готовиться? С нормальной. Экзоскелет, может быть, сделаем сейчас. У меня есть клиника здесь, люди. Хорошо. Но еще я миллиардер, поэтому любые деньги. Ну, понятно. Ну, поэтому липосакция, да, я понял. Сегодня же. Нет, ну, мы не имеем права нарушать путь физиологических процессов. Если мы сорвем, мы сразу себя зароем. Ну, то есть, давай дальше опять. Начали на машинах, к примеру. Окей. Вот ты пришел, у тебя двигатель 1,5 литра. И мы сейчас начнем это 1,5 литра форсировать. Потому что то, что ты говоришь, мы побежим осенью марафон, это форсаж. Ну, мы что, мы сожжем движок, в принципе, я думаю. Ну, велик шанс. Если ты хочешь пробежать, добежать и там пофотографироваться с медалью, то мы ее, скорее всего, сожжем. Ну, давай лучше мы трехлитровый или пятилитровый двигатель будем форсировать. Но к пятилитровому двигателю мы, возможно, придем года через 2-3. 2-3. То есть, ну, это то, через что мы все прошли, да? Да, да, да. Поэтому вы здесь сидите живы, здоровы, ну, выглядите нормально. Не все. Было еще 6 человек, да? В первом сезоне было 6 человек. Я вообще на про себя подумал такой вопрос, знаешь? Нет, тут вопрос очень важный, чтобы люди понимали, да, что это не быстрая история. Это дорога на долго. Но какие-то плюшки надо придумать, чтобы вначале, да, было... Ну, элементарные какие-то микроцели ставить, потому что, ну, а как мы все скажем? Что будет мерилом нашей работы? Ну, ты мне скажешь, конечно, док, потому что тренер. Окей, давайте, что значит? Я тебе говорю, ну, давай будем ходить, давай будем что делать УФП, потому что поджигать надо как-то, чуть-чуть включим процесс. Месяц проходит 2, проходит 3, проходит. Такой, а что, я, мне кажется, ну, да, 3 кило ушло, ну, а мне бы еще 30. Что будет мерилом? Мы должны все какие-то замеры сделать элементарные. Я, конечно, отправил для тебя сразу сердечко посмотреть, ЭКГшечку там. Может быть, как это смешно не звучит, есть вот этот ступенчатый тест ВОЗовский. Но он разве нужен на старте? Нет, не нужен этого, если мы идеализируем, прям, знаешь, ну, типа вот, миллиардер, тут же у меня куча денег, давай использовать все. Знаешь, там, когда любитель начинает лактат на тренировках, ну, да, это окей, но так ли это сильно нужно, так ли это работает? На твоем, на первом этапе вряд ли это. Нет, нет, нет. Просто нужно, как сказать, нужно понимать, что ты должен разрядить батарейку, ты должен зарядить батарейку, потому что, ну, ты, опять же, батарейка разряжается, даже если она просто лежит. Ну, лучше туда-сюда гонять, клетка, чтобы работала, чтобы ты включал жировую ткань, процесс, все, вот, 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 вот. Тебе все равно придется бежать по дорожке, чтобы делать ЭКГ под нагрузкой. А, это же нужно, правильно? Ну, в начальном этапе. То есть тут, как, смотря, как относишься, смотря, сколько у тебя времени, смотря, какие цели, но, в принципе, я не исключаю этого момента. Мы пытаемся выдать для себя на набор. Ну, смотри, сдать кровь, определенный, определенный какой-то алгоритм, он всегда есть, там, тебе любой человек скажет. Все равно ты должен быть, сердце твое должно быть здоровым. Да, да, я просто объясню, в чем прикол. Вот, грубо говоря, берем человека, не обязательно даже, там, 20 кило лишних у него, пускай, там, 10, 20, неважно. Ну, вот, у него есть вес, он не спортсмен, у него периферическое обращение, ну, грубо говоря, ну, например, 20 км у него сосудов, капилляров. Что это значит? Ну, просто, грубо говоря, ну, смотри. Как вы тренера это оцениваете? Нет, это очень такое, это эфемерное, это не пощупать. Ну, то есть, вот я, например, профессионал, я бегаю, у меня, там, объем, там, 170 в неделю, например, я сижу в горах, езжу в горы, возвращаюсь, клеткой работаю, туда-сюда, гипоксия. Постоянно идет какой-то процесс, постоянно, не всегда рост. Иногда есть ошибки в подготовке, и профессионал в том числе. И профессионалам тоже нужен тренер, профессионалам тоже люди. Так вот, ты когда постоянно чем-то занимаешься, у тебя все равно периферическое обращение, оно постепенно, постепенно прорастает. И чем больше у тебя, тем в единицу времени, там, грубо говоря, я смогу два ведра за минуту сердцем прокачать, потому что у меня 100 км. А ты не сможешь эти два ведра прокачать, ну, просто у тебя некуда их, у тебя нет транспортных путей. Ты прокачаешь эти, там, два ведра за 20 минут. Вот это, это вот, как сказать, изнутри, если мы возьмем разрез человека изнутри, то это на примитивном, ну, без терминов, чтобы это было понятно, но это вот так вот. И чем дальше, там, ну, ты просто посмотри, ты начнешь на объем садиться, у тебя вены вылезают, вот это все, все дела, да, там. Первое, наше любимое. Вот, да, то есть под жирком их особо не видно, но постепенно, постепенно, постепенно у тебя идет процесс, ты это все включаешь, организм мобилизуется. В принципе, мы изначально родились, чтобы бегать там за мамонтом, да, там его завалить, там съесть и так далее. Я родился ровно для этого. Я тебя когда видел, так сразу подумал, он думал, вот он, последнюю мамонту он завалил. Спроектирован специально. Да-да-да, где-то в Якутии последний раз замечен был. То есть, грубо говоря, то, что ты сейчас рассказал про периферическое кровообращение, правильно? Ну, условно назовем это так, да, популяризация, то есть вот все-все-все. Это некая картинка, которая позволяет тебе понять, зачем ты так усердно тренируешься. Как твоя кровеносная система, сердечно-сосудистая система развивается и становится сильнее? Ну, да, тут ЭКГ это покажет. И пульс с утра в покое. Сейчас у всех есть гаджеты, все это видят. Грубо говоря, 20 лет назад ты полежал, посчитал. Окей, у тебя 48, да. Сделал лютую тренировку, там, просто себя наизнанку вывернул. В следующее утро лежишь, у тебя 55, ты понимаешь, что-то как-то многовато. Хотя ты мониторишь, у тебя там 45, 48, да. И это косвенный признак того, что ты чуть хапнул лишнего. Прям вот второй день, третий день, да. Второй день, третий день, у тебя он не падает. Значит, ты себя загнал, уже заможай, уже далековато. Уже нужно чуть-чуть отдохнуть тебе. Дороги с перетрением нету. Короткая дорога. На лайте можно выйти, но, то есть, рекомендации. Ну, вот у меня брат один раз перебегал, средний, в Киргизии. Прям неделю такую интенсивную, вторую работу делает. Я ему в процессе работы говорю, Леха, давай спокойно докатай там 6 по 1000. Нет, он ее там засадил, там, на 2,40, там, на высоте. Скажи, пожалуйста, откуда вот этой нашей школе, беговое, не только беговое, ощущение, что все подопечные должны бороться. Выходить с языком на перевес тренировки. Откуда у нас это? Ведь ровно противоположное пропагандируют все спортивные школы мира. Начитались советские методички. Вот эти самые издательские методички, там все прописывалось. Ну, люди раньше были здоровее. Сколько раз в неделю я должен тренироваться? В начале, с нуля. Давай сначала определимся с общей нагрузкой, ну, условно. Может быть, ты проводник дальних плаваний. Я полупроводник. Ты полупроводник. Хорошо, хорошо, да. То есть ты, грубо говоря, ну, я все равно должен буду спросить, как ты живешь, чем ты живешь. Я работаю в офисе, я городской житель, горожанин, работаю в офисе. И когда у тебя есть окна? Пять недель, выходные я могу себе позволить, да. И, по всей видимости, могу там раз в неделю. Вечерком, да? Ну, не знаю, да, раз в неделю, вечером. Но я вечером практически каждый день могу, потому что я живу, условно, в городе, в центре. Ну, и еще нужно определиться, что мы будем называть тренировкой. Любую активность или все-таки... Что ты мне скажешь? Вот, хорошо. Что мне делать? Доктор, я хочу... Доктор, трейлер. Я хочу пробежать марафон. Бен, I need help. Вот, но... Когда-нибудь? Ну, я думаю, с трех раз мы начнем. Три раза? Ну, то есть это будет суббота и, грубо говоря, вторник, четверг. Вот так вот. Почему? Потому что чисто день отдыха тоже должен быть. Ну, условно, воскресенье, семья опять же. Я даже работаю с профессионалами, я всегда вписываю нагрузки в жизнь. Ну, не бывает такого, что ты прям профессионал и все. Ну, там, если у кого 30 лет, уже и дети там у меня. У парня есть, у него трое детей в 30 лет, понимаешь? Я не имею права его выдернуть. Мы оба понимаем, что мы идем на жертву. Конечно же. Не имеем права. Потому что если ты выдернешь, это приведет к фронде со стороны семьи. Да. И этот человек просто закончит тренировку. Потому что сопротивление окружающей среды, семьи... То есть надо полетать, да? Ну, я считаю, обязательно. А это, смотри, получается, да, ты говоришь, что тебя будут давить дома, прижимать, это будет тебе по башке капать. Да, ты будешь выходить на тренировку. Вроде как бы ты, типа, расслабляешься, релаксируешь, условно, психикой, да? Что ты не дома, что у тебя без дел. Но не приведет это никуда, кроме как ты начнешь убегать от семьи, перебегивать от семьи, и в конечном итоге ты сам себя съешь, наверное. Ну, то есть у всех индивидуально, конечно, но я считаю, что все равно, вот ты говоришь, да, там парень 35+, плюс-минус у всех одинаковые проблемы. Ну, жизнь, она у всех на земле плюс-минус. Поэтому, говорю, нужно вписывать в жизнь, нужно в начале, первый там месяц, вообще мы знакомимся просто, что такое нагрузка. Может быть, где-то там в каком-то процессе я его просто протестил бы. Может он подтянуться на турнике или ноги поднести. Вообще, что он по физике? Бывают люди, ну, вот они бегать не могут, а физически, ну, родились, да? Это тоже надо протестить, там, не знаю, с места сколько он прыгнет. Да вот это элементарное, то, что на физкультуре в первом классе делают. То есть вот условно... Это советская классика. Вот ты приходишь и проходишь через эту физкультурную классику. Да, да. Мне кроссовки надо купить беговые? Ну, я думаю, да. А у тебя нет? Купи. Ну, у меня есть такие. Балинсиага у тебя есть. Да, Балинсиага. То есть мне какие-то специальные или любые? Давай так, смотри, у кого-то стопа узкая, у кого-то широкая. А то есть вот это все... Вот это все, но мы все равно это рассмотрим. Про нация, не про нация, вот это все... Начинающего должно быть. Или я могу взять нейтральные кроссовки. Я даже не знаю, что такое нейтральные кроссовки. Нейтральные вот те. Нейтральные вот те. Подожди, я пришел к тебе, я по всей видимости еще не знаю, что такое нейтральное. Или знаешь, что такое про нация и так далее. А часы мне нужны беговые гаджеты? Ну, можешь телефоном где-нибудь, но проблем. А, пульс? Ну, сразу с телефоном пульс. Пульс. Хороший вопрос. Последние вот эти годы все, когда началось вот этот бум на все, народ начал прям на пульс приседать, прям молиться на него. Это актуально, когда ты начинаешь, но уже когда ты что-то достиг, я считаю, что если ты не научился себя слушать, если у тебя нет самоанализа, то, скорее всего, ты до Кунцевского кладбища добежишь точно. Потому что, если ты организм не слышишь, то в какой-то момент у тебя будет сигнализировать аларм, а ты что скажешь? Да нет, да и нормально, я еще прожму сейчас, сейчас легче станет. Обязан, обязан. Мне вот по-другому я хочу вопрос тебе задать. Окей, я-то могу свой организм слышать, да, условно, но если ты мой тренер, то ты должен смотреть по всей видимости. Мы немножко отходим от начинающего, если немножко левел повыше, ты должен смотреть, как я перевариваю тренировки, следовательно, ты должен видеть мой пульс? Я должен видеть и твой пульс, и ты мне должен скидывать, условно, я тебе прошу, так, Таш, ты отбегал сегодня там 8 километров, ты мне профиль трассы хотя бы обрисуй, где ты бегал. Погодные условия, если ты не со мной в городе живешь. С какой скоростью ты бежал? А если есть возможность у тебя, условно, ловить меня на тренинг пикси или в страве и так далее? Да. То есть, грубо говоря, это отлично. То есть, набор ты должен ему, это нужная вещь. Да, да. Ну, это, как сказать, это обратная связь, она облегчает нам с тобой коммуникацию. Ты мне скидываешь, я, о, все, ну, он красавчик. А, а что так быстро сбегал? Я тебе сказал, там, условно, по 5.20, по 5.30, а ты по 4.50. Ой, мне легко, тренер. Ну, как обычно, да, бывает. Ой, мне легко, легко, легко. А потом я тебе говорю, Таш, сегодня мы бежим там 5 километров, там, 2 км ты разминаешься, 5 км ты бежишь, там, на пульсе, там, 160. То есть, я правильно понимаю, для супер начинающего достаточно телефона и, там, написать тебе, ну, тренеру. Ну, сейчас такой прикол, что ты делаешь? Часов, чтобы не было у человека, я давно такого не видел, да, там, не говорю уже о какие-то уже ремешочки, все дела. Ну, это, это условности. Ну, у всех есть часы, но в таком время. Ну, будут. Ты чувствуешь, как можно теперь выпендриваться? Раньше ты покупал все дорогие часы с бриллиантами, потом ты стал покупать все гарминные. А сейчас, чтобы выпендриваться, занимаешься спортом, и часов на тебя нет. Ремешочек, да, одел. Ну, сейчас все считывается, все видно. Я просто еще вспоминаю тему, когда Искандер рассказывал по поводу того, как он тренируется со своим тренером просто на созвоне. Каждый вечер рассказывает относительно того, что происходило, там, как у него было самочувствие. То есть, получается, самый начинающий вообще ничего особо не нужно, телефон достаточно, и, там, кроссовки выбрал, три раза в неделю позанимался, окей. Когда ты более продвинутый, ну, как та же. Значит, ну, а что, почему? Мне кажется, вполне себе сравнение, нет? Вот. Ты уже должен, там, использовать какие-то гаджеты, платформу, там, более, быть чуть более на коннекте с тренером. Можно ничего не использовать. Просто тогда тренер должен быть 24 на 7 с тобой. Я хотел сказать, грубо говоря, если мой тренер бы тренировался все тренировки со мной, то мне вряд ли, хотя для него, наверное, тренинг Пикс бы сохранил актуальность, чтобы прослеживать. Да, да. Но он бы понимал, где я нахожусь. А так как я сейчас с ним на удаленке, всю информацию возможную от ВУПа до потребления калорий, все идет к нему, чтобы он смотрел, где я условно нахожусь по состоянию. Да, да. Да. И сам себе пишут планы, используя тренинг Пикс как платформу, которая позволяет мне анализировать количество нагрузки, которое я себе даю. И, соответственно, я вижу кривую, когда я беру, например, какой-то старт и подвожусь к нему. Но это не очень эффективно, как Саша, который тренируется с тренером, который использует ту же методику, но при этом он как бы профессиональный тренер, и он ему пишет тренировки, исходя из, как сказать, ну, из моих возможностей и из того знания, которое он обо мне знает, накопленного. Потому что, ну, я считаю, мне повезло, там, я нашел своего тренера, с которым мне очень комфортно, мы находимся в таком балансе абсолютно, там, коммуникационном, да, вот, он знает меня хорошо, он пишет план, он знает мои возможности, он всегда мне задает нужные вопросы, там, нет ничего лишнего, то есть, конкретно, как ты себя чувствовал, как последний прошел интервал, то есть, дай обратную связь. Я ему даю эту информацию, и дальше он уже, исходя из этого, корректирует. Понятно, что точно так же я сгружаю все данные, там, с часов, с ВУПа, там, откуда угодно, и он все это смотрит, но ключевое то, что я, получая от него задачу, я особо, вот как вы, ребята, мне особо не вникаю в суть того, что происходит, я тупо исполняю то, что мне поставил тренер. И это меня приводит к, ну, неплохим, я, как я считаю, результатам, потому что я не инвестирую в свое время личное, которого и так не супер много, в то, чтобы разобраться. Сама анализа. Сама не хочется понять. Нет. Речина следственной связи, я тебе сделал это, потом я там. Понимаешь, я когда что-то делаю, там, допустим, какие-то сложные, большие, там, тренировки тяжелые и так далее, я к себе прислушиваюсь, я пытаюсь понять, там, хорошо заходит, нехорошо заходит, какие внешние факторы, там, что я ел, то есть, мне, ну, это я в процессе делал. То есть, я не думаю на тему того, как бы, а почему это сейчас вот так, а завтра будет вот это вот так. То есть, это, этим нужно жить, я считаю, то есть, это нужно прямо, знаешь, вот, посвящать этому очень много времени. Понимаю, да. А я предпочитаю, как бы, заплатить, заплатить денег и, собственно… Ну, типа, разгрузить свою голову. Конечно, разгрузить голову, разгрузить свое время. Вот и все. Ну, то есть, если у тебя это основное, как сказать, это твоя потребность в этом есть, и ты ее реализовал, ну, это круто. Да, и есть третий подход. Да, и третий подход, это то, что исповедует Таш, это симбиоз моего подхода Сашного. И еще, это человек, тренер, я бы его назвал чокнутый профессор в хорошем смысле слова, потому что он постоянно развивается, и он, ну, я не знаю больше тренировок, которые используют сейчас данные по стрессам с датчика ВУП, который у нас у троих на руках должен был быть. Вот, и этот человек, как бы, благодаря этим данным, он их правильно анализирует, и мы видим просто, как развивается спортивная форма Таша. Он гик, он математический гик, будучи велосипедистом, он все переводит в математику. Ну да, я понял. И анализ, и это мне интересно, потому что мне интересно во всем разбираться. Потому что у тебя математический склад ума. У меня не совсем математический склад, у меня просто потребность в новую информацию открывать. Вот мы сегодня с ним полтора часа говорили о разности восприятий с точки зрения стресса ТСС, очков, да, который является валютой, внутренней валютой тренинг пикса, да, все переводится в стресс. И условно воздействие HRV, нагрузок на HRV. Это, с одной стороны, вроде разная составляющая, но при этом у них единая, как бы, концепция восприятия с точки зрения организма. И как это все сопоставлять, да, утренний замер HRV корректирует мою тренировку. Мы потренируемся по абсолютно американской системе, когда ты должен недотренироваться. То есть... Как говорят англичане, оставить чуть-чуть на завтрак. Всегда. То есть вот эта концепция корректирует. То есть если у меня стоит тяжелая тренировка на вечер, да, условно, велосипедная, которая в тренинг пиксе оценивается как 95 ТСС, да, условно, да. Но утром у меня HRV низкие, у меня плохо с восстановлением, у меня, говоря на вуповском языке, я встаю между красной и желтой зоной, то мы корректируем тренировку, ее прибираем, делаем другую, чтобы не вывалиться и чтобы, не дай бог, не словить перетрень. Потому что вот ты сам об этом говорил, что это звучит как некая вещь. Ты перетренировался, завтра проснешься, выспишься, и все станет на свои места. Просто что дорога из перетрения, она длиннее, чем набрать форму. То есть вернуться из состояния, когда организм отказывается воспринимать любую нагрузку, потому что он переел. Кто-то из вас был в перетрении вообще? Нет. Мы-то говорим о перетрении, как будто бы... Ну вот, я про обратно. Мне кажется, очень много надо съесть, чтобы словить перетрень. Да, это знаешь, как я называю? Ты берешь долг у организма, если в какое-то время, в какой-то момент ты не отдал, то ты все равно это когда-то отдашь. И вот у тебя копится, 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 у тебя уже все, ты пошел, пошел. Но ты как бы за счет того, что у тебя форма хорошая, за счет того, что у тебя уже бэкграунд, там, 20 лет ты в футболе, да? И ты потихоньку, потихоньку, потихоньку вся зарыл. И ты с утра просыпаешься, вот у меня просто говорю, вот, брат, ну, съездил к специалисту по внезапной смерти. Ну, мужичок был знакомый, отправили, все. Ну, он что сказал? Это был апрель месяц, он говорит, до октября бегаешь на пульсе до 130. Ну, как бы вот, да, и если ты сильно перебрал, то это вот так вот. Если ты перебрал, но откат, и ты, ну, я один раз контролировал этот процесс, я понял, что я перебрал. Сборы уже запланированы, там, Кисловодск, Киргизия, Кисловодск. И я в мае месяце понимаю, что что-то я вообще, вот здесь вот камень лежит. Но, знаешь, каток уже едет, его можно остановить, да, но его потом не столкнуть будет. Вот каток едет, и вот 90 дней четко по физиологии меня, я вот так в камень, он упал, я тут. Ох, окей, все, личный рекорд был, да, но зазор у меня был две недели буквально, да, на Знаменский, помню, на чемпионате России встал, да, бежал, да, супер, перл, страшно. Но ценой чего? Я в этот процесс трехмесячный, я, надо лавировать, надо понимать, надо отдавать себе отчет. Это уже высшая такая, знаешь, высший пилотаж. Никто тебе не скажет, не зайти за грань. Никто тебе не скажет, как отсюда выйти, это вообще личный опыт и только твой. Тренер тебе это даже не скажет, если ты вот, ну вот, были случаи, там, по 70 дней мы на сборах там сидели. Там Леха брат говорит, ну я, говорит, я не могу уже ничего есть. Ну я не могу, я ем, вот он неделю ел одни бананы, ну вот все. Вот все, вот не принимает радионизм вообще ничего, чай и бананы. Говорит, ну все, ну вот перебрал. Ну что здесь делаешь? Ну или домой надо ехать, или если неохота ехать домой, ну ходи, гуляй. Парк Кисловодский великолепный. Я говорил о отсутствии перетренировки в этот промежуток с Давидом. До этого у меня был тяжелый опыт перетренировки, по белорусской школе тренировался. Самое страшное перетрение, это не то, что ты начинаешь ломаться, да, у тебя ноги, болеешь, не выздоравливаешь и так далее. Самое главное, что ты перестаешь прогрессировать. У тебя не бывает прогресс, потому что те же американцы говорят, ты прогрессируешь в момент сна, то есть отдыха. То есть твой организм растет не в момент, когда ты вдариваешь, а в момент, когда ты находишься на условной зоне... 50% нагрузка, 50% отдыха. Не бывает, что тренировочный процесс состоит только из тренировок, это абсурд. Но перетренировка – это психология, это про голову или это про... Про голову тоже, да, но голова – это другое. Или это про организм, про физиологию, про восстановление. Ты проснулся мертвым, у тебя голова в тумбочке, ты что? И ты хочешь дальше спать. А ты проснулся, как будто ты тридцатку отбегал там по 3.30 в горах где-то. Вот такие ощущения. Как будто тебя завернули в ковер и долго бил. Да, и долго ездил в багажнике в Uber. У тебя получается, что ты не, как сказать, у тебя нет привычного хода вещей. Ты постоянно на минусах. Сначала ты организмом, а потом уже психику туда затягивает. И все, ты такой, что? Да, идите вы. Когда ты рассказывал про ВУП, там есть очень такая вещь интересная, которая позволяет тебе сейчас начать понимать, как твой организм реагирует на нагрузку. HRV – это вариабельность сердечного ритма. Эта история говорит о том, как твой организм, находится он в стрессе или нет. То есть этот показатель, чем ниже частота, тем хуже. Но, Леша, надо сказать, что в рамках персональных чем ниже. То есть у тебя есть, если у меня условно 60 HRV, у Алексея 51 – это его личная ватерлиния. И вот если он говорит ниже, это ниже и в ватерлинии, а нет абсолютно всех вещей. Да, я понимаю, да, конечно. Это то же самое, как и сравнивать пульс других атлетов. То есть это самое любимое занятие людей, которые открывают страву любого атлета, смотрят и говорят, ты бежал, типа у тебя высокий пульс. Почему он такой высокий? Ну потому что у всех людей это на разные особенности. От возраста зависит, от физической формы. Да просто родился ты таким. Да, так вот, чем примечательна история с HRV, то, что вот пока мы пользуемся, уже скоро будет год, как мне кажется, да, ты утром просыпаешься, и у меня такое бывало раньше, я вот просыпаюсь утром, чувствую себя хорошо, и думаю, а у меня сегодня стоит тренировка, интервал. И я делаю эту тренировку, а потом почему-то меня вырубают на три дня вообще, я не понимаю, почему он не заходит. Сейчас, когда я просыпаюсь и смотрю свои данные по вариабельности сердечного ритма, я примерно понимаю, находится организм в стрессе, отрабатывает он, восстановился или нет. И стало немножко проще планировать, потому что сейчас, когда я вижу, что у меня высокие HRV, мой, не такой, как у Таша, то я могу себе поставить длинную тренировку или там высокоинтенсивную, и я знаю, что там на следующий день я буду себя чувствовать офигенно. Но когда я начинаю себя долбить, я прям вижу, как я скатываюсь, и у меня нету прогресса из-за этого. Ты знаешь, удивительную вещь я заметил еще, Леша, связанную с этим психологическим фоном, связанную с пандемией, что это действует очень сильно. То есть вот это стрессовое состояние общества, оно отражается, и это видно на физической форме. Ты вроде находишься в такой полуизоляции, я думаю, что в ближайшее время мы вообще полностью изолируемся. Наверное, запретят выходить из дома скоро. Да. Надеюсь, до этого не дойдет, потому что могут из тела запретить выходить потом. Да, и это отражается очень сильно на… Вроде ты меньше двигаешься, но общее вот это облако информационное и эмоциональное настолько начинает на тебя давить, что это отражается на физической форме. И вот мне кажется, последствия вот этой пандемии мы еще будем долго расхлебывать с точки зрения нашего психического здоровья, которое отражается и на физическую форму. И вот мы удивляемся, почему прибирают старты к лету, летние старты, потому что логично, что в этом состоянии ни один спортсмен не сможет подготовиться, вернуться, адекватно вернуться в своей физической форме сразу же после завершения и подготовиться к стартам лета. Это надолго, это надолго, безусловно, все это переварить. Ну, кстати, не все еще летние старты прибивают, еще даже весенние старты. Ну, условно, весенние. Ну, условно. 31 мая. Московский полумарафон. Беговое сообщество. Это будет первый старт, да. Это будет первый… Да, потому что… Пока он не отменен, и на него можно купить слоты, поэтому надеюсь, что все к этому времени закончится, вообще вся эта истерия. Два месяца осталось, я думаю, что… А я хочу пробежать апрель в июне. Это будет… Это будет называться ретроспективой. Слушай, ну это вот как, знаешь, вот мы про Бостон говорили, что когда организаторы прислали имейл с отменой, да, они написали, что ждем вас в сентябре, это будет что-то очень… something special. Вот прям что-то специально сделанное, потому что, ну, блин, вот что-то уникальное. Никогда такого не будет. Ну, Гайс, но никто никогда не бегал в Бостон в оси. Об этом и речь. Об этом и речь. Это как минимум клево. То есть мы знаем, что существует определенный тип тренировок. Ну, грубо говоря, мы сейчас берем среднего спортсмена-любителя. То есть человек, который уже начал бегать, он уже втянулся, его уже не нужно мотивировать, он уже сам придумал себе мотивацию, старт или еще что-то. По каким-то причинам он не хочет, не может, не может воспользоваться услугами профессионального тренера. Как ему быть? Да. То есть, грубо говоря, если какая-нибудь пилюля, грубо говоря, выполнять вот то-то, 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 и ты, скажем, будешь прогрессировать, но не стремительно, как это было бы между профессиональным тренером. То есть какие типы тренировок ты бы рекомендовал бы делать и чем бы ты не рекомендовал бы заниматься? Потому что любители все равно смотрят на профессионалов, они смотрят на продвинутых любителей, как они тренируются. Потому что ведь зачастую бывают ситуации, когда, например, человек взял, ну, мы с тобой знакомы, и тебе тренер пишет план. Я смотрю, мы с тобой примерно одного возраста, но там одинаковые часы, работаем одинаково. Ну, я взял твой план и просто тренируюсь, как ты. Да, и я начинаю тренироваться, как ты. И, соответственно, вот какие вот, какую работу ты бы посоветовал бы делать, и что бы ты рекомендовал бы не делать любителю, который не может воспользоваться услугами тренера? Ну, давай так. Условно добавим сюда чуть вводных данных. Там человек хочет пробежать 10 километров, там полмарафон, да? Ну, при помощи. Это, да, то есть это не тысяча метров, да? Это что-то длинное. Ну, как правило, это марафон, потому что для любого бегуна-любителя марафон… Ты знаешь, марафон – это вот вишенка на торте, ты к нему приди, логично. А у нас все хотят марафона, и что? А дальше мы стоим вот здесь, а у нас мы на скале стоим, а мы не слезем отсюда, мы только разобьемся. Ну, окей, ну, в любом случае. Ну, понимаешь, да, то есть постепенность, какой-то рост должен быть, а чтобы был рост, мы чем должны? Мы должны что-то слепить, какой-то комок набрать, чтобы потом его тратить, да? Вот ты взял, насобирал снега. То есть что мы подразумеваем под снегом? Я думаю, что в первую очередь, как ни странно, это УФП. Потому что… Как часто? Это тоже можно измерить эмпирическим путем. Делаешь УФП, сдаешь кровь на определенные вещи, там, КФК, там, мочевин, еще что-то. Можно отследить твою реакцию на УФП даже. Есть люди, которым дай сейчас поотжиматься, чуть-чуть на спину упражнений, завтра они не встанут. Есть кто-то, сразу это переварит. Ну, люди разные. Но я бы дал какие-то, может быть, знаешь как, упражнения и общеразвивающего. То есть это могут быть даже УФП беговое, в плане бег в гору. Специальные беговые упражнения. Я в свое время мало делал, а потом где-то лет после 28-ми что-то начал делать, и у меня прогресс результатов такой, что мне еще на 10 лет хватило, да. То есть у меня личный рекорд, там, в 36 лет, там, в 37. Личные рекорды. То есть это, там, МСМК и выше, там, ну, то есть... Ну, ты как-то все таблицы находил, да. Вот. Почему? Потому что я добавил то, что стимулирует нашу гормональную систему, то есть УФП. Если мы будем просто выходить по 30-ке в день бегать, каждый день, то аж похудеет. Окончательно похудеет. Не привыкнет. И, в принципе, может, там, сниматься, там, не знаю, в мумиях, потому что он высохнет весь. И он не сможет сделать никакую любую другую нагрузку. То есть он себя истощит, и у него будет апатия, там, не берем, у него будет взрыв отсутствовать, у него будет силовуха проседать. Он не тем путем он пошел, одним словом. То есть... То есть не увлекаться длинными пробежками. Вот это прямо вот... Да, это вот то, о чем вот говорили, что по советской школе все надо хреначить. И мы дали мяч, фигач. Кстати, мы в кулуарах говорили, и вот я нашел единомышленника, что иногда лучше вместо больших объемов покрутить на велосипеде. Можно. Это абсолютно... Оно, конечно, чуть-чуть не то же самое, да, но работает бедро, кровь гоняется, сердце тоже работает. И ты делаешь это как УФП. Долгая, силовая, выносливость такая. Сидишь, кручешь, там, не обязательно 300 ватт ставить, да, ты ставил, там, 100 ватт сиди, пыхти. Окей. УФП раз. Так. Можно УФП делать, мы вот сейчас здесь, грубо говоря, постелим коврики. Можно интервальное УФП сделать, знаешь, там, по кенийской схеме, как я это называю, там, 45 секунд делаем. Ну, условно, разные упражнения, там, ну, ладно, возьмем полминуты, через 5 секунд отдыха. И, грубо говоря, ну, делаем таких 10 упражнений. Это табата, да, ну, где? Ну, назвать это, да, еще до этих названий это всегда это было, да. Короткий отдых, там, буквально смена позиции. Ты в такой номерок залезешь, что ты, в принципе, даже функцию начнешь прокачивать, ну, на плоскости в доме, что сейчас, в принципе, все must have. Потому что условия таковы. Ходьба, там, выпадами, это бедро, ну, можем заменить, да, вот этим велом. Потом прыжочки обязательно в гору. Почему в гору? По плоскости боли травмоопасны. Потому что гора, она ограничивает нас чуть все-таки ближе все. Мы в гору так сильно себя не разгоним. Нас и гора тренирует, и сопротивление, и менее травмоопасно. Какой уклон горы должен быть? Это тягунок или прям гора? Ну, лучше гора. Прям гора. Ну, на нескучном саду, например. Ну, тоже неплохо, да, неплохо. Она коротенькая. Короткая, да, согласен. Ну, я там тренировался. Там можно собрать куда угодно. Крылатского. Там умереть хватит вообще. Но в эту тему надо тоже быть очень аккуратным. Потому что, когда ты бегаешь по велокольцу, это тоже... Ну, ты должен быть уже продвинутым чуть-чуть. Это не круто. Потому что есть велосипедисты, начинаешь... Ну, куда дальше, если убегать на вело? Вообще, в принципе, я вот этим летом, ну, прошлым летом готовился там периодически. Вот этот последний подъем, там проводится infinite trails, этот трейловый, там, десятка. И последние 500 метров идут в подъем. Вот этот подъем гранолыжный. Уже там все по-честному. Там быстро, ты не пробежишь быстро. Ты не пропрыгаешь быстро. Ты ничего не сделаешь быстро. Да, ты устанешь по силовухе вообще по полной. Даже 50 метров ты будешь прыгать. На любой уровень ты найдешь адекватное расстояние, адекватное... Тебе твой организм и гора скажут, нет, нет, все, окей, мне хватит. Скажи просто, а можно ли заменить гору лестничными пролетами? Можно. Потому что сейчас это, видимо, уже и началось. Все, что на бедро, все, что долгое, грубо говоря, ты можешь забегать на каждую ступеньку. На резкость, на быстростность, на импульсы вот эти, чтобы по ним проходили. Ты должен это делать. Ты даже, если ты вот не в изоляции сидишь, ты все равно должен это делать. Потому что иначе ты замыливаешься, замыливаешься. Все бегуны быстрые, все, кто бегут мастер спорта и выше, как правило, за редким исключением, делают все вот это резкое, все вот это короткое. Там короткие ускорения, короткие какие-то там вот эти лесенки. Сейчас столько всего есть, столько информации, только черпай. Все это есть в открытом доступе. Вот в плане ты говоришь, что человек, он не знает, что делать. 20 лет назад человек пришел, не знает, что делать. Он реально не знает, что делать. Сейчас только ленивый не знает, что делать. Ну или, как сказать, ему нужно, чтобы ему то же самое сказали. Типа, ну вот это, вот это, вот это. Сейчас в доступе вообще книг написано, я даже не знаю, сколько. Ты смотришь, блин, ребят, ну... Слушай, а тебе не кажется, что в этом есть определенная опасность, точнее не опасность, а проблема, что теряет сакральность? Тренерская. И сейчас любой, извини за выражение, долба... Дятел. Дятел, да, красивое слово, который пару раз пробежал какие-то старты, может организовать свою беговую школу, объявить себя беговым миссией и собирать людей деньги, вводя их в какие-то опасные зоны с точки зрения травмирования. Это так же и есть, ты же просто рассказываешь, что уже есть. Так я пытаюсь об этом поговорить. Так вот в этом и суть проблемы, что как отличить, да, человек, который сказал, что он молодец, и реально человек, который молодец. Это сложная тема, ее можно долго педалировать, но... Вот ты смотришь, тебя начинают бомбить от каких-то... Да, да. Ну, просто ты, например, вот у нас внутри каких-то профессиональных, скажем так, общений, просто кто долго в спорте, там, и старшее поколение, там, хоть-то вот про Славша об этом говорили, да, там, и... Они просто молчат, потому что они в шоке. Ну, они просто вот молчат. Мы еще что-то говорим, там, как-то просто... А что ты говоришь? Вот у тебя вот сейчас есть аудитория довольно-таки неплохая... Да. Целевая. Целевая. Да, вот что ты можешь сказать? Можешь объявить, обратиться? Ну, я думаю, что всегда можно найти информацию о человеке. Ну, не бывает так, что, знаешь, ты забиваешь там у Вася Иванов, тренер по бегу. Ты все равно его где-то найдешь, да, окей. Должны быть... Ну, не бывает, что нет отпечатков от человека в сети, он же там... А что должно быть, чтобы ты понял, что это нормальный тренер, что это тренер, хорошо? Потому что, ну, с некоторым... В моем случае? Нет. Я должен хотя бы просто видеть, хоть раз в жизни был. Я для себя как бы могу сформулировать. У Венглер есть четкое понимание, что, ну, во-первых, вся работа тренерская, она должна подвергнуться лицензированию. То есть должен быть орган, который должен тебя оценивать. Понятное дело, что многие сейчас скажут, это еще один повод для того, чтобы давать взятки. Это уже как бы из другой истории, поэтому мы это опустим. В Европе, в Америке есть лицензия. Соответственно, и еще я для себя нашел разделение, что есть тренер по бегу, а есть инструктор по бегу. То есть для себя я понимаю, что инструктор по бегу, это человек, который, скажем, в прошлом, скорее всего, профессиональный бегун. Он знает, как поставить технику бега, он знает, на что обращать внимание, но он не оказывает воздействия на твое здоровье. Он не ведет тебя, не строит планы, не дает тебе работу, которая, собственно, может привести к травмам. Это я для себя так сформулировал. А вот ты можешь мне как-то подправить, как ты считаешь вообще, в принципе, тренерская работа? Если вы все молчите, наверняка есть какие-то люди, которых ты, скорее всего, не будешь сейчас называть, а может быть и нас скажешь, это пожалуйста, это на твое усмотрение. Которые ведут любителей и дают им возможность тренироваться, дают им возможность найти себя, мотивацию, но при этом они опасные. Мы же сейчас об этом говорим? Да, я понимаю. Ну, так прям сложно. Не то, что там фамилии какие-то, это дело каждого. Ну, вообще, главное, заповедь тренера не навредит. Наверное, с этого надо начать. Как быть человеку, вот изначально, если к первой части, я бы собрал информацию о тренере, ну, знакомых, у каких-то тренеров просто, которых, ну, может быть, ты знаешь, может быть, где-то ты в манеже каком-то был там, а вот тренер там, а вот это. Какие-то, да-то там, не знаю, какие-то сайты специализированные по полскому тренеру. Какие сайты, ну, какие? Ну, давай, называй, мы просто сейчас говорим о каких-то эфемерах. Слушай, ну, смотри, да, опять-таки мы возвращаемся, новый человек открывает себя, открывает Инстаграм, какая-то школа бега Барсук, например, да, потому что школа бега любит животных всяких. Школа Барсук, и там красивые фоточки. То есть в текстах, если человек чуть-чуть разбирается в беге, он поймет, что здесь какая-то страшная, ужасная секта, потому что ты открываешь какую-то беговую школу. Это записки наших выпускников. Я бежал полумарафон в Афинах. Это, кстати, был повод мне проверить, что я могу бегать без еды, без питания. Я его пробежал великолепно на пульсе 180. Понимаешь, да, ты сразу же начал, мало того, что у них какие-то странные технологии они проверяют без питания бегать, так хрен бы с ним, они еще размещают у себя на странице эту явную ересь. Понятно, ты разобрался, но для человека, который не разбирается в эпоху потребления красивого, инициации продаж через просто красивый визуал, то вот если красивая фоточка, взяли еще бегунью, которая об этом не знает, какую-нибудь Сару или кого еще покрасимше, да, выставили, и еще опа, мы такие клевые, мы за три месяца готовим людей к марафону с дивана. Назови вещи, по которым человек, абсолютно не знающий ничего про бег, может понять, что это шарлатан. Ну, наверняка образование. Нужно образование тренера? Да, я думаю, это важнее. Это первый пункт чек-листа. Да, да. Образование. То есть, если ты именно какую-то школу нашел, и если человек там, вот у него ничего нету там условно, КМС по гимнастике, он тренирует там легкую атлетику. Такое тоже бывает, то есть, что только не насмотришься там. Я там призер детского чекората там, да, там, по бегу на три минуты условно. То есть, ну, ты зашел, посмотрел, образование есть? Хорошо. Какое образование? Когда? Смотришь, там, молодой, не молодой человек. Там, если там 60, дяечка, ну, скорее всего, это советская школа. Скорее всего, можно что-то про него найти. И, скорее всего, вот эти люди, они не будут так себя жестко пиарить. А ты скажи, пожалуйста, мы продолжим, а вот идти к дедушкам или лучше? Я думаю, да. Вот в этом случае, да, лучше. Знаешь почему? Потому что они хотя бы, я даже не знаю, как сказать, может, они совестливые, что ли? Я не могу это объяснить. Но при этом у них же олдскул, совет, что ты должен выползать с тренировки. Но если этот человек давно работает и работает с любителями, то он тебе навредит хотя бы меньше, чем вот тот человек, который тебя будет готовить за 4 месяца к марафону. Понимаешь? А то есть в любом случае на старте, когда ты с улицы лучше к дедушке, который... То есть ты совсем прям вот не знаешь ничего? Да, лучше к дедушке или к бабушке. Ну, неважно. Тем, кто вот давно тренировался. Желательно, чтобы этот дедушка или бабушка в свое время бегали не 100-200 спринт. И не прыгали в шестом. Да, вот лучше, да. Потому что ты в шестом будешь прыгать, бегать неудобно. Получается как? Вот очень много, что люди никогда не бегали длиннее 400 метров или 400 барьерами. Там, может быть, там хорошо бегали, в сборной были. Мы готовим к марафону. Ну, окей. Мне уж само просто интересно стало. Я смотрю одну школу, так, окей. У ребят спрашивают, слушай, а он по мастерам-то бежал хоть это? Ну, там ММС, там, по легкой атлетике. Ну, да, говорит, один раз вот там в молодежи, там, когда-то им там 22 года было, он пробежал по мастеру. Один раз. Ну, как бы, ну, то есть я то, что подозревал, то мне и всплыл. Ну, я там, окей, понятно. Мы готовим там к марафону, кэмпы, все красиво. Ну, это маркетинг. Это вот, вот, они умеют продать, ну, молодцы. Школа бега. Как называется? Некая школа бега, она так и называет. А почему мы не называем? Ну, да. Нет, вы можете просто рейтинг составить потом как-нибудь. А этикет чего? Не знаю. Шарлатан, то есть не назвать шарлатанами. Нет, нет, я не могу назвать их шарлатанами, понимаешь? Это, они вывешивают, вроде бы это правда, но правда бывает разная, да? То есть ты преподаватель по физике. Вроде бы правда, правда. Физика пятый класс или там шестой класс, учебник по физике, да? И квантовая физика. Физика, да? Но она разная. Так то есть ты как бы это социальная ответственность или ты просто стукач? Вот это имеется в виду, понимаешь? Нет, нет, вопрос, я, как и все присутствующие здесь люди, за этим стал. Мы забег, правильно? Да. Мы хотим, чтобы больше народу бегало, потому что это, помимо меркантильного, это возникновение, увеличение рынка бегового, да? Да, увеличение подписчиков. Опять-таки, так и это вопрос просто безопасности. Да, да, это уже в первую очередь безопасность. Исходя из этого, мы, говоря вот этом пресловутом 35 дяденьке или тетеньке, который сталкивается в Инстаграме, вот же вопрос запроса, да? Если ты хочешь начать бегать, ты начнешь, первое, обратишься, наверное, к Гуглу, если у тебя нет. Или знакомый тебе скажет, слушай, у нас такая школа за три месяца к марафону готовится. Но если к знакомому, это хорошо. Они уже знают, что там как. Ну, там вопрос тоже, откуда мы знаем, что это знакомый. Это правильно, да. Это первое. Скажи, исходя из этого, у тебя может быть группа вначале? Ты можешь пойти в группу или начинающий должен все-таки искать персонально? Я думаю, лучше пойти в группу. Слушай, это... Ну, знаешь как? Во-первых, это тоже некая мотивация. А, то есть какой-то в коллекте... В группе можно перебрать. Тут много и плюсов, и минусов. Ты можешь глядеть на всех. Вот эта девочка, значит, вваливает. А что, я мальчик, я же могу, умею, практикую. Я вваливаю. А девочка, например, там, бывшая, не знаю, профи какой-нибудь или там всю жизнь занимала. Мастер спорта международного класса. Да, чисто случайно шла мимо. И пример жизни. Я как-то йогой что-то, значит, занялся. Пришел, это лет пять назад было, у меня спиночки проблемы начались. Я пришел в йога. Все, шесть утра, радостный такой. Там, в Екатеринбурге тогда жили. Я смотрю, бабушка там. Ну, она бабушка прям вот. Ну, два часа она исполняла. У меня вот так вот пот течет, я весь просто взмокший. Я на тот момент, ну, как бы себя чувствовал очень хорошо. Прямо вот хорошая форма была. То есть для меня было прям топ. И я два часа йоги, я еле вывез. Это к тому, что любая неспецифическая тема тебя расколбасит. Вот. Ты просто в овощи превратишься. Ну, просто йога была придумана, чтобы унижать профессиональных атлетов. Да. Она же так переводится. Назови, пожалуйста. Давайте, может, назовем школы, которые шарлатаны. Есть те, которые... А вот знаешь, какой момент? Здесь тонкая грань. Что мы будем называть шарлатанством? Самопровозглашение. Типа тренер говорит, что я бежал марафон 2.12, например. А по факту он не бежал быстрее 2.50. То есть показатель в тренере не должен быть. Я бегаю 2.12. Но я бегал. Я знаю, что такой марафон. И должно быть планка или не должно быть. Мы понимаем, что необязательно. Мауриньо никогда не играл в футбол. В большой. Имеется в виду профессионально. Но при этом он условно один из гениальнейших тренеров. Это тоже исключение. Это исключение. Согласно. Согласно. Давай тогда вернемся к фильтрации школ. Это сложно. Это прямо такая тема. Я тебе честно скажу, мы думали об этом. Это прикладная задача нашей передачи в том числе. Давай еще раз вернемся. То есть ты открываешь условную страницу. Что ты должен проверить, кто главный тренер. Кто тренировок. Он должен иметь спортивное образование. 90% я считаю, да. Если это только не какая-то известная личность, которая... Что такая известная личность? Иван Ургант открыл беговую школу? Что ты ее извиняешь? Нет, известная личность внутри спорта. А каким мерилом является внутри спорта? Как минимум, чтобы сборная человек была, я думаю. Окей, хорошо. То есть это есть экскьюз. Это не плохо, да. Если он был в сборной, значит, окей, это первое. Второе, он условно заканчивал физкульт-институт. Да, там Гацалиев, условно, да. Не важно, на территории постсоветского пространства, везде. Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения. Не важно. Он заканчивал физкульт-институт, правильно? Да. Это обязательно условно. Я еще считаю, что как минимум человек должен проработать лет 10, наверное. Тренером. Да. Потому что, вот, ну, я тебе вот из своей жизни расскажу. Мне в 28 лет говорят, все, давай заканчивай, я тебя там тренером возьму, там, директор сидит. Говорит, ну, все, ты уже, типа, старый, там, 28 лет. И я, мысль, ну, да, наверное, я могу. Была мысль такая, она родилась. Я такой, ну, в принципе, да, я могу. Я могу что-то дать, я что-то знаю. Причем, что я занимаюсь там, ну, у меня есть грамота за 86-й год, понимаешь? Ну, вот, ну, вот смешно, да, там. Долго я занимаюсь очень. И я в 28 лет понимаю, да, могу. Вот сейчас я скажу, там, прошло, там, 10 лет, грубо говоря, с того момента. Вот 30 лет отсечка, потом 35 и вот 40. И вот тут с геометрической прогрессией. Ты просто набираешь столько. Я сейчас понимаю, что я в 28. На опыте уже. На опыте. То есть я думал, что я знал. Нет, я ошибался. В 35 я уже, в принципе, тренировал ребят, да, у меня ребята просились, просто ребята, вот с кем на сборах жили. Ну, слушай, там, блин, ты так вроде что-то говоришь, вот вроде как бы понятно, помоги там что-то, ну, что-нибудь поможешь, да, там, слушай, может, давай поработаем, там. Это было просто хобби у меня. Я с ребятами, у меня не было образования, не было. Ну, было какое-то понимание, сложившееся там за 25 лет в спорте, да, и постепенно, постепенно, постепенно я сейчас понимаю, что да, можно, но это такая, ну, это реально сложно. Тренер – это больше интуиция даже. То есть вот ты мне сегодня говоришь, блин, я что-то вроде нормально себя чувствую, вроде это. Говорит, аж, сам что хочет в организме, я бы там полтинник выпрутил, мы сейчас поедем. Нет, нет, просто полежать. Да, там, ну, условно, а мы планируем там 80 раскатить там в концентр, там, по минуте повключаться. Вот мы, и мы сделаем так, как твоей голове легче, потому что мы не пойдем сопротивляться тебе, твоему внутреннему я. Это может быть, причем при всем это может быть неправильно по отношению к текущей форме, но по отношению к твоей голове и к дальносрочной перспективе это может быть правильно. Это вообще шахматы, понимаешь, это вот пазл, мы сидим и его складываем. Мы вроде картинку видим, но у нас из 100 не хватает 70. Это, видимо, вопрос, ты прав, образование плюс опыт. И вот это базовое образование, это на уровне опыта, да, любой человек. Хорошо, теперь, исходя из этого, мы можем всем, тем, кто смотрит углеводную загрузку, во всяком случае этот выпуск, порекомендовать, да, если вы начинаете, обязательно уделите максимальное внимание тому, куда вы пойдете в школу. Ну, желательно, да, это же твой организм. Ну, в конце концов, да, если ты хочешь бегать, если ты хочешь бегать долго и хорошо, просто мы тоже… Если ты хочешь получать удовольствие даже вот так. Совершенно верно. Понимаешь, конечно, кто-то идет туда просто, условно говоря, кемпов ради. Ой, мы поедем сейчас на гарду, ой, мы поедем туда, поедем сюда. И все, в принципе, ездят там плюс-минус вот сюда вот, да. Ну, это тоже некий хайп, некий прикол, классно, мне нравится. И это тоже работает. Но если человек этого хочет, он это получает, он счастлив. Пожалуйста. Хотите, их есть у нас, пожалуйста, езжайте. Ну, есть много, кстати, других мест, куда можно поехать. У тебя получается только на тренере все замыкается. То есть, условно говоря, любые другие критерии выбора, там, не знаю, бегового клуба, беговой школы, в которую ты хотел бы пойти, они не важны. Ну, логично, что только тренер. Ну, тут могут быть, знаешь, методика, может быть, там, я не знаю, как-нибудь материальная техническая база. Ты живешь в Балашке, да? Слушай, а вот извините, что я так сейчас проснулся наконец-то. А есть же школы бега, которые пропагандируют определенную технику бега. Вот, например, была такая школа поздного бега Попова, школа естественного бега одного там человека. Ну, как бы все по-разному как-то пытаются... Это продажа своей, как бы, уникальной технологии? Или это правда имеет смысл? Потому что, по сути своей, ты смотришь в человека, который занимался поздным бегом, или кто бегал естественным бегом, ты смотришь, видишь, они все бегут одинаково. Ты же, ну, там, в итоге, когда они выходят на определенный уровень, на определенную скорость, ты понимаешь, что они бегут, в принципе, одинаково. Это имеет смысл какой-то? Или это... Какую мы цель преследуем? Надо себе задать вопрос. Что мы хотим-то? Мы не хотим стать жертвами фуфлагонов, потому что, когда тебе рассказывают о том, как ты должен менять позы в воздухе, да, то есть, как бы, сложно понять в это и поверить в это. Ну, мне лично. То есть, мне кажется, что мне кто-то пытается сейчас... Втюхать. Втюхать, что-нибудь. Да, потому что... Почему так говорю? Потому что, ну, одно время это было очень популярно, и я прислушивался и анализировал, но потом еще общался с тренерами старой школы, которые очень категорично относились к подобным явлениям вообще, в принципе, на рынке предоставления услуг. И вот ты как правильно сказал? Рынок предоставления услуг. Это уникальное торговое предложение. Все равно исходить в моем представлении по праве, если я не прав. Техника бега, согласно новым тенденциям подготовки любителей спортсменов, должна быть под твой физиологический бэкграунд. То есть, вот какой ты пришел, вот тебя надо... Я думаю, длиннее у кого-то это вообще... Так, вес, длина... Это математика. Длина рычага и так далее. То есть, мы тебя заставим бегать босичком, а ты пришел такой, следовательно, мы попытаемся найти условные возможности, как твое физическое состояние... Это правильно, да. Подвести под то, чтобы ты здоровеньким был. Да, что у тебя природой дано, как это использовать. Типа, мы научимся, мы научим тебя владеть твоим телом. Ну, вот, мол, вот у тебя что-то есть, вот мы тебе... Ой, третий, четвертый. Все равно систематизировать это достаточно сложно. Ну, потому что придешь в одну школу, тебя научат там одним способом, придешь в другую, научат... Ну, давай так, у ребенка никто не учит бегать. Он взял и побежал. Это, наверное, естественный процесс природный, который у нас заложен вне спортшкол, вне тренерства. Ты просто взял и побежал. Да, кто-то коряло бежит. Да, у кого-то, может быть, и спортсмена в семье не было. Но и, как правило, из таких семей олимпийские чемпионы и появляются, да. Как ни странно, вроде, типа, наследственность, да, там. Тут можно... Тут нет какой-то... Знаешь, вот сейчас мы формулу рассчитаем по математике. Вроде бы, по идее, оно должно так быть. Но вот так не работает. И чем мы дальше углубляемся в этот процесс, мы реально понимаем, что мы ничего не знаем. То есть, да, идеальная, наверное, ситуация, это когда тебе твой ученик, если я буду сейчас как тренера говорить, дает нюансы. Вся соль вот в этих нюансах. Знаешь, вот вроде все проговорил, все он мне объяснил. И вроде уже в трубку повесили, он мне потом додиктовывает что-то. Я говорю, ну вот смотри, вот ты это сказал, и тут немножко все, мы завтра меняемся. Вот казалось бы, там какую-то ерунду, там, я там бежал против ветра, вроде как бы это, вроде легко, и пульс норм. И что-то вот, мне кажется, вот. Говорю, давай с утра просыпаешься, мы с тобой еще решаем по факту. То есть, план, ну, план, он как бы не догма, как говорится, у всех он есть. План существует для того, чтобы его нарушать. Я как-то что-то дневники там все вел, там еще. Кстати, а ты до сих пор ведешь дневники? Ну, сейчас нет уже, я говорю, я, видишь, я в прошлом году начать в России травмировался очень сильно, и я сейчас так чуть подзабил, и у меня сейчас процесс реабилитации идет, и я так там вел кручу дома на станке, там, иногда бегаю, но вот, иногда упражнения там революционно направлены. Короче, дневники хорошо, для самоанализа отлично, ну, а ты обязан писать. Извини, пожалуйста, объясни, пожалуйста, что мы имеем, чтобы мы разобрались в терминологии, что такое дневники, чтобы вот... Это аналоговая страва? Нет, нет, это живой журнал. Ну, смотри, если брать вот советский вариант дневника, ну, просто вот, не знаю, кто-то это на миллиметровке делал, реально. У кого-то, по-моему, не работал, то делал это на миллиметровке, да. Кто-то делал это просто в общей тетради, да, там, день оформляешь, да, там, ну, по дням недели. Пробежал. Пробежал, и туго, можно разбить по зонам, если прям совсем заморачиваться, можно там в первой зоне, там, пульс, там, до 120, там, т-т-т-т-т-т, максимально там, свыше там 180, ты это все распедалил, написал, там, беговых упражнений столько-то, столько-то. Итог его подвел, там, общий объем у тебя 20-ка, там, из них, там, беговых упражнений 2 километра, там, и обязательно берешь и пишешь самочувствие. На тот момент тебе кажется, это абсурд. Спустя 5 лет, не дай бог, ты нашел этот дневник, и ты такой смотришь, о, я 10 по 1000 сделал работу, там, через 3 минуты, там, по 3.05, о, ничего себе. И ощущения пишешь свои, там, после, там, шестого раза я уже, там, просто на рогах. И ты понимаешь, да, туй, вот здесь, в этой работе ты перебегал, и поэтому у тебя там нет результата. Ты для себя это делаешь, ты не для тренера это делаешь, это вообще, в принципе, все не для тренера. Это все, чтобы самому понимать, что ты, как ты, где ты. Давай тогда скажем, в нашей аудитории, где можно купить этот дневник, чтобы начать его вести. Можно купить канцелярский товар, наверное, зайти, но, в принципе, с трава или тренинг пикс. А сейчас ты с подопечными, как коммуницираешь? Слушай, у меня сейчас условно есть любители. Почему условно? Потому что люди с бэкграундом, с этим своим. Когда-то, там, лет 20 назад бегали. Там парнишка сейчас, вот он в хайфе живет, тоже на карантине сидит. Ну, вот мы к марафону стали готовиться. Да, подготовиться, в 2.35 он сбегал. Там, с проблем небольшими, там, в Лингеле все повылетали. Ну, вот, тем не менее. Что повылетал? Лингеле, там, он без питания добегал, он там, я уже видел. А это его было сообщение из той школы? Он как раз попробовал без питания проезжать. Да, 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 он там, ну, в Севиле сейчас вот последний марафон 23 февраля был. Это тот случай, когда я призываю, давай называть это крайним. Потому что последний марафон звучит очень зловеще, но пока очень похоже на правду. Ну, так вот, парень раньше, там, лет 15-20 назад, там, грубо говоря, там, 800 бежал по 1-51. То есть это, по-моему, подмастера спорта, если я не ошибаюсь. Ну, там, там, 3.50-1.5, это тоже так. Ну, это, то есть, мышечные памятники, я это называю, мышцы вспомнят. Вот ты сейчас сядешь на диван, через 10 лет встанешь, и тебе будет легче добраться до какого-то результата, чем человеку, который не делал такого периода, просто отдыхал и ничего. Спасибо нейронным связям. Нет, я почему-то наоборот подумал, что сейчас сядешь на диван, 10 лет просидишь, и как бы у тебя мышечная память по сидению на диване, все запомнится. Нет, ну, вот эти связи, да, ну, так сложилось, да, или, например, условно у тебя встал результат, ты прям чувствуешь, ты объем пытаешься, и интервалы делаешь, и что-то все подключаешь, и что-то не то. Недавно с парнем общались на эту тему с одним, пришли к выводу, что не новая мысль, что вот ты рос на чем-то условно, в 15 лет ты пришел в спорт, и попал к какому-то тренеру детскому, и он тебя заставлял бегать в портлете, например, там, минуту через минуту, две через две, там, три через три, и ты на этом, было твое становление как спортсмена, и вот ты прошел весь путь, ты уперся в стену, ты уже не можешь, год, два, три у тебя результат стоит, и вот ты должен вернуться туда, в исходнике, в свои, и попробовать это сделать. 90% это работает. То есть и прорастить себя опять заново, потому что ты уже слишком много перепробовал, ты уже оттуда ушел, и ты обязан это сделать, чтобы, ну, почувствовать. Это крутая мысль, кстати. Ну, то есть это называется от печки в обычной жизни. Ты знаешь, а помимо этого есть и продолжение, что вот сейчас, когда мне 46 лет, я тренируюсь с тренером, и делаю разную работу, и по итогам этой работы он говорит, а вот в детстве, если бы ты начался, занимался велоспортом, то горные этапы у тебя... Твоя тема, да? Был бы ты горняком. Или бы... Спринтером. Был бы хорошим, говорит, ты спринтером на треке, если бы занимался... И ты говоришь, черт побери. Я пошел в камень. И так, чик-чик, машина времени. Вопрос к тому, что черт побери, сейчас у детей в современных технологических возможностях определения, ну, это, собственно говоря, то, что и делает система спортивная Соединенных Штатов, когда ты в детстве занимаешься тупо просто спортом. Всем, всем. Вот ты делаешь, делаешь все, что... Длина, высота, спринт, подвижные игры. Вот это я про свое детство сейчас перечисляю. Я высоту прыгал, длину, понимаешь? Все, все, все делаешь, а потом тебе говорят, о, велоспорт, твое. Еще сейчас можно со скоб, со щеки сделал, посмотрел соотношение. Смотрел, будешь ли ты олимпийским человеком или нет. Да, он показывает, видусловно. Тут, на самом деле, сейчас еще дальше пошли люди. Ты можешь ответить на некоторые вопросы в Фейсбуке. Кто ты? Насколько процентов тынтмирлошадь, а Оскрик или Пантера? Понимаешь, я серьезно... Говорят, Нобелевку сейчас дадут за это. Скажи, пожалуйста, у нас есть больная тема, у присутствующих здесь. Страшно. Нет, в хорошем смысле. А какое ограничение по скорости, как следствие результатов марафон, есть условно у любителя в возрасте в районе 40? То есть я к чему это все говорю? Вот у нас есть такая голубая мечта. Это сделать САП-3. Ну, давай так. Лучше, чем примеры жизни, я тебе не объясню, наверное. Да. САП-3 надо объяснить, это выбежать из трех часов марафона. 2,59, 59, да. Людям, которые никогда не занимались спортом до этого и 5 лет занимаются сейчас циклическими дымспортом. То есть без бэкграунда. Люди, которые очень профессионально сидели на жопе. Это прикольная тема. И развивали глаза на жопе. Но про возраст. Начнем с конца. Возраст. Окей, есть парень знакомый. Ну, как парень? 52 года будет. Парень. А девочка же. Только жить начал. Ну, да. Так вот. Но он когда-то там в детстве, да, там, потом там армия все дела. Вот ему 50 там. Он все время пытался двигаться. Ну, двигался. Ну, вот в прошлом году он пробежал в Вене по дождю 2,44. А потом в Мадриде по вот этому лютому профилю. Почему-то он сказал, говорит, ну, что Андрюк там же вроде типа плоско, флэт. Значит, чего? Ты в Мадриде не был, не был. И плюс высота там 700-600 метров. Короче, он 2,43 там сбегал, отобрался платином стандарту. Да, сейчас чемпионат же должен был по ветеранам типа в Лондоне. В Лондоне. Все обломилось. То есть 51 год. Это я про то, что может быть, как это возможно в максимально идеальных условиях. Ну, типа, ну, не сказать, что он в офисе сидел. Он не сидел в офисе. Но 2,40 можно. Он готовит в Москве, это бегал. Он на сбору не ездил, ничего. По 170 он крутил в Москве по асфальту. Я думаю, как-то многие отвалились, но не отвалит. Проблемы были, да. Ну, вот. Окей, сбегал. То есть показатель того, что это возможно, вот, 51, там, 2 года, там, шевелится, да, там, семья, дети, работа. Шевелится. Командировки, опять же, 170, шевелится. Ну, так, неактивно. Короче, зимой по холоду по льду не очень комфортно, но это можно. 170 в часах сколько, потому что для тех. Да, я понимаю, да. Ну, давай по 5 минут, если распилим хотя бы, хотя он быстрее, 5 и средний. 170. Я думаю, что это часов по 14 в неделю, да? Ну, типа того, да. 14 часов в неделю. Ну, да, потому что не только, ну, это максимально. Я просто к тому, что можно часть делать. 12, там. На велосипеде, да, но в любом случае это в районе 15. Ну, он точно велосипеде не делает. Хорошо, в любом случае это 15 часов недельной нагрузки. Ну, давай так. Если человек, там, 40+, он хочет, но он должен постепенно прийти к тому, чтобы хотя бы это было 10 часов. Да. Это 10 часов, вот, честно скажу, неважно, что, велик, не велик, но это должна быть градация. Конечно, у тебя не 90% велик, а 10% бег. Ты должен понимать, что ты где-то открутил, где-то побегал. Там, если ты триатлон, у тебя своя тема, ну, тоже, там, мы вписываем туда плавание, там, общий колораж смотрим. Ну, нюансы. Причем имеется в виду, вписываем не то, что вы делаете в бассейне. Да. Да, да. Вот. И обязаны, обязаны вот эту всю ситуацию, грубо говоря, ну, пускай 50 на 50 поделить. Но ты должен это делать, ты должен это делать нон-стоп, и это не один месяц. Не один месяц это. То есть, не бывает, что ты сейчас, я начну, все будет. Нет. Я начну, ничего не будет, надо настраиваться. Но как только пройдет определенное время, ты, там, 2-3-4 месяца, делать контрольный срез, смотреть, куда ты ушел. Что ты можешь, там, ну, можешь себе придумать, условно, там, не знаю, ну, сколько ты на велике, все контрольные тренировки можешь сделать, двадцатку, типа, она будет показателем для тебя? Не будет, да? Больше. Ну, то есть, ты можешь интенсивно ее сделать, да, там. Интенсивно, 20. Слюнет себя убить. Ну, некий срез ты получишь по форме, да? То же самое человек там. Нет, а ты срез получишь на 20-минутный. На восьменьке. Ну, не, ну, нет. Уже, в этом ступенчатый. Нет, ну, или тест, да, ну, просто, как бы сказать, в домашних условиях, что понятно, там, вписал ее в тренировку, тебя протестил, то же самое ты взял, там, темповую десяточку пробежал, там, окей, смотришь, по 4-10 можешь. Красавчик. То есть, мы берем целевой темп на марафоне 3 часа, то есть, грубо говоря, мы должны понимать, что... 4-0-5. Да, что мы должны из 4-х минут ковырять, но это не 3-40. То есть, люди заблуждаются, когда, знаешь, им нужно бежать там, условно, тройку на стадионе 9 минут, это по 3 минут на километр, да, а они по 2-40 работы делают. Ну, так не работает. А у тебя лично 9-20. Ну, это так не работает. То есть, есть такие... А так работает? А работает, что ты, ну, ты должен в около целевой зоны набирать. Ну, там, может, да, вот эти вот эти знаменитые 80-20, там, Джека Дэниелс, там, это... Все работает, но пока ты не попробуешь это все, ты не поймешь, что именно тебе работает. Вот, знаешь, у тебя есть вот пульт, у тебя эквалайзеры, и ты такой двигаешь их, вот ты раз, надо скорость подтянуть, так ее подтягиваешь, и за скоростью так чуть-чуть ползет что-то рядом, там, с ловушкой чуть-чуть. И ты вот так вот двигаешь, двигаешься, чуть ползет, ползет. Ты поднимая одно, тянешь другое за собой, понимаешь? И ты обязан делать весь спектр. Не только крутить, не только бегать. Ну, ты должен делать бег в гору, ОФРП, даже плавание иногда, чтобы позвоночек разгрузить. Та же массажа. Готовимся к 12-ти часам в неделю. А что готовиться у нас это было все? Ну, вспомни, мы это... Начинали непросто. Не, я начинал с 8-ми, и это доходило в пике там до 14-ти часов. До 14-ти. Ну, это виллы были, конечно, 14-ти. Для меня это много было. Для меня тоже много. Это виллы много, я тебе скажу. Да ладно. Да я тебе говорю. Окей, Вера. Я к трейлам готовился, фон РМО сидел, я реально понимаю, мне нужно набрать как-то вот эти 14-12 часов. Это просто капец, как долго надо все делать. Мы вот остановились, точнее, не ответили на тот вопрос по поводу того набора тренировок, который должен делать любитель для того, чтобы каким-то образом все-таки прогрессировать. У нас была, значит, история с ОФП, у нас была бег в гору, прыжки в гору. Специально беговое упражнение в гору. СБУ, да-да-да. Еще что? Ну, я думаю, что вот фортлеки. Фортлеки. Это бег с изменяемым темпом. То есть в шведском переводится как игра скорость. Игра скорость, да. И, наверное, объемы. Главное, не ударяться в них. Можно разбиться. Как можно? Какая безопасная? Есть какая-то формула, чтобы не умереть от объемов? Потому что, могу так сказать, типичный, скажем так, продвинутый бегун-любитель, обязательно подписан на Страву Искандера, Ильгарова. Он видит эти красивые тренировки утром 30, вечером 15. У всех такие шары нам тоже надо. И поэтому рассказать всем в Инстаграме, что у тебя сегодня длинное. В год не больше 10% ты имеешь право повышать. В год? В год. 10% нагрузку. В общем, мы можем вычленить отдельно. Ну, в общем, вот если больше, это 15, но это экстра-классы люди могут себе позволить ценой травмы, скорее всего. Обалдеть. А так, ну, то есть, условно, ты привык, что ты знаешь, там, свои 70 км в неделю ты сможешь сделать... Силовая нужна? Силовая? Да. За зал? Да. Все время? Или только зимой? Можно без нее? Ну, пожалуйста. Можно. Ну, пожалуйста. Не, можно. Но ты должен чем-то ее заменить. На что это повлияет в целом? Ну, что повлияет? Ну, как будто ты же должен бежать с мышцами. Ну, смотри, мне не влияло. Не влияло мне? До какого-то времени. Потом я все выработал, надо было что-то набирать. А ты уперся и понял, что тебе уже не хватает твоей базы. И ты начинаешь... Да, и надо бывает лень просто там от объема. Ну, это у нас с Сашкой мы скачали. Это лень, вот столько можно прям с этой ленью. Так что... Если человек решит, что он хочет тренироваться у тебя, что ему надо сделать? Ну, обычно люди пишут. Куда? Ну, в директ. Ну, кто-то телефон. Вы же нашли мой телефон как-то. Мы ссылочку дадим на Инстаграм. Проверено, верифицируй. Ты можешь у себя даже в этом верифицировать. Углённая загрузка. То есть, это Мишлен. Нам нужен стихерпак. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Друзья, традиция, начатая в первом сезоне углеводной загрузки, разыгрывать беговые кроссовки от нашего партнёра ASICS продолжается. Напомним механизм участия в конкурсе. После просмотра этого ролика поделитесь ссылкой на это видео в вашей активной соцсети Facebook или ВКонтакте. И ссылку на свой пост оставьте в комментариях под этим видео. Через пару недель в одном из выпусков Дуран, которые регулярно ещё выходят на канале Бег Вредин Лайф, мы определим счастливчика среди тех, кто правильно выполнил условия участия в конкурсе. И да, ваш профиль в соцсети должен быть открытым, иначе как мы убедимся в том, что вы всё сделали правильно? Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok